я буду мыслить по-другому не как все они знают мое мнение я современного тайкондо кайфую приветствуем вас уважаемые мы находимся село дубки сулакский каньон республика дагестан наш очередной гость си фула всем добрый день регалии свои перечислишь или написать нам там ну давай основные основные ты обещал вообще не скромничаю просто ты мне как сегодня утром я тебя настиг ты меня сейчас настиг люди которые будут это смотреть они точно меня знают а тебя они не знают вот ты просто скажи чем ты занимался просто мне скажи чем ты занимался отстань все мы делаем не для тебя это для людей которые смотрят и они хотят знать кто то поверь мне не так много людей там будет знать кто ты серьезно серьезно все будут знать кто я ну не будешь так говорить ладно ладно все мы напишем все будет все известно давайте вам с разбегом ну ну Ты можешь говорить? Ты можешь говорить? Ты можешь говорить? Ну давай, 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 давай. Ну сам смотри, недалеко он там раздевалок и обратно. Где я тебя раздевал? Вон, вон. Вроде бы здесь. Нет, это же стабилизатор у меня. Нет, туда не надо перебивать. Не надо? Сука ты такой! Да, ты что? Ты понимаешь? Нет, нет, нет. Здесь маленькие слова. Где? 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 Возвращение в чатинобалетку. Готово выгод negative. Готово выгодит с конченком. Где? 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 Вчера, байдер, байдер, байдер... Готово выгодит? по прогнозу смотрели единственный солнечный день просто сходу бросить тебя рассказать что для тебя является мотивацией каждое утро сюда приходить заниматься здесь в этом замечательном зале уже даже после совершения уже начал что я уже с тобой разговаривать ты просто сейчас сказал после завершения карьеры я не завершил карьеру я продолжаю просто плейте в спорте у тебя 0 поражение и 0 поражение и усеи и ноль ничьих вызывая бойцов никто не идет я не поняли не завершили рел соскочил не буду назвать его имя слова кажется последний соскочил я не завершил карьеру то есть я как был спортсменом я так есть просто сейчас тренер мне кажется я не знаю когда я остановлюсь и то же самое было в спорте то есть я занимался бывали дни когда я просто не знал как остановить я тренировался тренировался и тренировался и я не знал как остановиться если например не какая-то болезнь который меня остановила то я и не знал бы когда остановить и сейчас также каждое утро просто я ну я не знаю как просто по-другому утра начать если будет что-то интереснее этого то скорее всего я наверное уже не буду по утрам приходить сюда но интереснее этого я пока еще ничего не встретил пока мы касаемся темы спорта их занятий давай поговорим немножко об олимпиаде 4 год афины я вот уже с олимпийцами разговаривал с ним первое что я спрашиваю что ты чувствуешь когда ты понимаешь что ты попал на лицев отбор на олимпиаду заканчивается fear ты на олимпиаде что это такое longe Underground artistic скажу что для тебя олимпиады то есть вот 1000 при меня припяту спрашиваешь вот как человек со стороны что для тебя олимпиаду просто для тебя шаги для спортсмена имеет просто вот как для тебя вот ты кто ты кто очень вот и спортсмен и кто бывший способ будешь с космиком что для тебя олимпиаду с вами впервые вверх всей спортивной карьеры. Человек, который попал на Олимпиаду, для тебя это кто? Красавчик. Я просто к этому и вёлся. Я реально красавчик. Знаешь, что я хочу сказать? Я помню тот момент, когда я попал на Олимпиаду. Это было в Баку. Это был полуфинальный бой. И бой закончился, когда я выиграл. Я не знаю, сколько минут я орал. Я орал просто на Олимпиаду. Как сейчас на море, когда я прихожу, я когда получаю энергию, я ору, чтобы это всё из меня вышло. Просто если это вам не останется, мне кажется, это по дороге домой взорвётся где-то. И то же самое. А вот когда я уже приехал на Олимпиаду, я рассказывал людям... Подожди, я сейчас перемещусь туда. Переместился. А тут недалеко. Не-не, недалеко. Вот смотри, вот она черта. И здесь, мне кажется, я обычный человек. Но вот когда я пересёк эту черту, здесь весь мир другой. Здесь я отсюда на них смотрю и думаю, а я тут обычные люди. А здесь необычные. Кто вы? А здесь, как я называю, все супергерои. То есть там все супергерои. И все, знаешь, как... У реального кого-то. У каждого есть своя история. Там нету человека, который взял туда так, легко туда попал. Даже тот, кто легко, возможно, туда попал, но у него был путь нелёгкий. Кто-то попал... Ну, у кого-то путь был нелёгкий, но попал очень сложно. У каждого это очень сложная, очень тяжёлая история. Там с людьми, которыми я разговариваю, это всё сложно. Для всех это было очень сложно туда попасть. Ну, и там находиться вообще, да, я же говорил. Элизиум как будто попал. Смотрел это фильм? Ранее на земле, который? Нет. Значит, не смотрел. Пойди посмотри. Потом возвращайся. Как будто Велизиум попал. Вот так, посмотри этот момент фильма и ты помешаешь, о чём я говорю. Обязательно. Уже там, блин, список. Всё, что надо после тебя посмотреть. Начни Селизиум. Ты про каждый фильм так говоришь. Великий фильм. Это же великий фильм, да. Слава подключился, молодец. Я тебе серьёзно говорю, есть много чего интересного рассказать. Ну, расскажи что-нибудь. Расскажи, вот смотри. Там был, как назвать, такой пятачок, где собирались все кавказцы. На олимпиаде. Да, в деревне. Это место было, где халяльная еда. Ты приходишь, и вот, как тебе сказать, вот как обстановка вот здесь у нас есть. Собираются, кучкаются и рассказывают на одну тему, разговаривают. Куда приходишь, и вот там такая поляна, как так сказать, кавказская. И вон там все происходят. Этот выиграл олимпиаду. А я не знаю, зажали этот, подрался. Вот такая обстановка там. И это, знаешь как, не было такого, что я такой попал куда-то. И такой, дома не хватает здесь. Там была обстановка, там как дома. Все свои. Все свои. Все свои. Половина сборной. Все свои. Все свои. Так, ну все, хорошо. Ты попал на олимпиаду. Красавчик, камень. Все. Это мы все выяснили. Да. Вот ты приехал туда, в олимпийскую деревню. Что вообще такое, находиться там рядом с олимпийскими чемпионами, с знаменитыми людьми. Там же к вам было такое, чтобы к вам приезжали там звезды какие-то, каждый день там устраивали концерты в олимпийской деревне? Может, они устраивали, просто я туда не ходил, и я не знаю, где это происходило. А так, знаешь как, олимпийский чемпион, мне кажется, это что-то такое, которое не помещается в человека. Олимпийский чемпион, он не помещается в человека. Торчит чуть-чуть, да? Вот что-то, да, вот какая-то аура, но на самом деле, возможно, это даже проще люди, чем многие из тех, кто что-то не выиграл. То есть тот, кто что-то не выиграл, мне кажется, они как будто хотят что-то из себя представить, как будто хотят проявить свою силу, а эти люди, они уже обладают силой, и ему не надо ничего доказывать, ему не надо ничего проявлять. Обычные люди, я не знаю, как я. Так что такое находиться там, расскажи нам. Это, знаешь как, я готовился к этому вместе, и морально, и физически. То есть я туда попал, и здесь не было, знаешь как, вот я олимпийский чемпион, а ты пока нет. Такого там не было, то есть там как будто мы все олимпийские чемпионы. Я же тебе говорю, вот в начале сказал, как будто мы все супергерои, и, ну, нет варианта перед тобой исполнять, потому что, возможно, у тебя какая-то есть супергеройская способность. Возможно, завтра ты станешь олимпийским чемпионом. Да, 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 возможно, завтра ты им станешь. И просто всех там объединяет то, что, во-первых, все там находятся. Ну, вот попали туда, и каждый знает, что человек, который находится рядом с тобой, Возможно, он не стал олимпийским чемпионом, но этот путь, который у вас есть, у меня и у того же олимпийского чемпиона, он нас объединяет. То есть мало быть олимпийским чемпионом, еще вот этот путь, он очень сложный. То есть попасть на олимпиаду, это очень сложно. Наверное. Для тебя сложно было очень? Да, для меня было очень сложно, то есть это большой, я не знаю, как сказать, моральный стресс, еще физически для меня это было сложно. Это тяжелый путь. И знаешь как? Тогда я себе сказал, я не знаю, как дальше это все будет, когда я туда попал, когда это все закончилось, когда я вышел из этого элизиума, то есть я отошел от этих всех супергероев, я сам себе сказал, в этой жизни я должен сделать все, чтобы еще раз туда попасть. То есть я не важно, как тренер, как врач, как массажист, не важно, как кто, как турист, просто в этот элизиум еще раз попасть и находиться там, это просто другая вселенная. Так можно назвать? Попал? Ну пока нет. Значит все впереди. Так, сейфла, значит позанимались, да? Да, позанимались. В замечательном тренажерном зале. В полдскульном зале. В полдскульном зале, да. Следующая обязательная процедура каждого твоего утра. Вот там вот. Ага. Ну сейчас к нам вернется оператор. Так вот следующая обязательная программа каждого твоего утра. Это вот. Вот там. Это море. Это море. Это холодное море. Каспийское. Знаешь, просто я что подумал один день. Залез на гору Тарки. На самую завершенную. И смотрю. И думаю, где еще есть такое сочетание. То есть 15 минут я уже в горах. 15 минут я уже на море. То есть город находится посередине. Вот те горы, вот тебе море. Люди из Ростова приезжают сюда. То есть люди реально с разных регионов России приезжают сюда, чтобы искупаться на море. А это море у меня вот здесь находится. Ну я решил его использовать. Решил совместить море и горе. Не. Море и горы. Горе нет. Но горы, да. Этот, да. Когда хочется спокойствия, когда хочется о чем-то подумать, то ухожу в горы. А когда хочется выпустить энергию наружу, то это море. Ты каждый день ее выпускаешь получается? Ну просто мне ее много. Куда ее? Не-не, мне ее много. Зачем ее только столько миру? Нет, она нужна. Она нужна. Она нужна. Мне не жалко. Ну все окей. Сейчас посмотрим, как она с тобой с тобой затиснется. А ты такой холодный. Ну ты молодец, шорты. Молодец. Шортики ладно. Вот водичка там. Песочек. Уже не вдохновляет, да? Не сказать, что прям приятно. Ух. Ух, ух, ух. Больший Спартакерская футболка. Сейф подписал меня. Мало того, что просто нырнуть, он еще подписал меня сыграть. Мы будем играть в рандомайзер. Выбираем четное или нечетное. Проиграющий ныряет. Генерируем. Тот, кто проиграл, бежит, ныряет, выбегает и играем. До трех? До трех. Выбирай. Четное. Соответственно, нечетное. Семь. Нечетное. Вперед! Да, мы сейчас попутаем конкретral футболь. Ха-ха-ха-ха. Пойду�. Как? Ух. Нормалюсь? Давай, давай. Теперь chemical march « framework». Всё, теперь давай. У меня捍чаткое. Нечетное. 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 Как? Серь, серь. Я сходил. Ты не чёт. Надо всё попутать. Ради приличия, один раз ты должен проиграть. Хорошо. Давай, ещё раз нечётное. Нажми ты. Хорошо, нечётное. Шесть. Беги. Давай. Нечётное? Ну, я же выиграл, получается. Ты сказал, нечётное, да? А где чётное? Ну, ты проиграл. Ты меня не датуришь? Нет, нет, беги. Ты? А? 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 Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ах! А? А! Фу! Фух! Давай, 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 выпускай энергию. Да-да выпустит. На счет три. Раз! Я внутри ору. Пойдешь? Конечно. Вячеслав Владимирович, раз! Давай! Не-не-не, ты не понял. Сейчас смотри. Просто все тишину поймайте. Смотри сюда. Смотри на меня. Сейчас прямо хорошо. Не разговаривай, насладись просто. Пойдем? Что мне понравилось? Нет. Ощущения, ощущения. Кайф, кайф. То есть, Слава, вот то, что я тебе говорю. Ты меня всегда спрашиваешь. Слава, вот когда на сборах бываем, он всегда спрашивает. Сейф, что движет тобой? Почему ты это делаешь? Я свой час тебе рассказываю. Вот все, что происходит. Что происходило до, то есть, переодевания, то, что мы здесь стояли, или то, что мы нырнули, это ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас. То есть, это длится пять минут, пять-семь минут, и это все ради вот этого. Вот сейчас это закончится, и ты понимаешь, это было не зря, вот этот кайф. Вам сейчас не холодно? Нет, сейчас там не холодно. То есть, реально классно. Нога, нога, холодно чуть-чуть. А так не холодно. Пойдемте. И это вот самый кайф сейчас, Слава. Вот сейчас самый смак, да? Да, вот сейчас самый смак. Столько лет получаю форму, и всегда не знал, для чего этот халат нужен, вот не знал. Сейчас вот я понял, для чего он нужен, он пригодился для меня. Трусовки очень удобные, жалко я пальцев не чувствую пока что. Надеть было сложно сейчас. Зато не жмут. Ты кто не сказал, что там камни в начале? Я просто, ну, я их не чувствую просто. Да, я почувствовал. Почувствовал? Я пальцы отбил все, я споткнулся, когда упал. Это я вот в лучших традициях просто вот так вот пальцами, короче, зацепился. Ну, третья попытка просто эпическая была. Эпическая, вы все шарлатаны просто. Вообще, вы меня обманули. Так нельзя. Мы русские не обманываем друг другом, блин, что происходит? Это Каспийск, не Махачкава, да? А это не Россия. А это самое прикольное было, когда первая там четная, все такие, давай поменяемся, теперь я нечетная. Все равно проиграл. И третья, он уже готов был стартануть. Подожди, ты же проиграл. Так, эта печка как называется? Буржуйка, да, или нет? Это просто печка. Самодельная печка, да? Потом будет кофе, да, здесь? Да. 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 И вот, ты же, как я помпанел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот смотри ты стоишь такой бородатый да у тебя на тренировках рэпчик качает я не сказал что я классика я классику слушаю это состояние которое мне надо было ходить когда я не подходил ни рэп ни рок когда ее слушал возможно мобилизовался на тренировках нет нет я же говорю на тренировках это состояние должно быть я же говорю такого нету но то последнее время римского корсака слушаю я удивлен на самом я хочу честно сказать ни одной части как-то вот я я сразу объясню я гарри боттер пластилинголет звездные войны это все не видел вообще я в детстве как-то я сейчас как-то хотел посмотреть а там оказывается еще какой-то порядок что вы смотрите на его то есть там сначала девятую потом шестую да очень сложный вот откуда у тебя такая любовь к этому фильму что тебя в нем так заводило ведь его снимали или да еще там вообще не спецэффекты не 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 это вообще старый я смотрел 99 вот этих годов ты имеешь ввиду знаешь как я людям когда рассказываю про это может я слишком углубляюсь или они как-то думают но там не только фантастика Star Wars и все что там происходит это все происходит в жизни со мной с тобой даже с тем же славой происходит только это там показано в звездных войнах там там добро зло подлость предательство твое внутреннее состояние тот кто хочет от тебя какую-то выгоду что тебе внушил там все это есть если это увидеть то это хорошо то есть это та же самая жизнь просто в космосе и тебе собственно сама история просто сама подача этих людей то есть сами эти джидаи я сам можно сказать себя ассоциирую не только с джидаем самураем вот они как бы самураи они более приближены к самураям я когда выступал и когда к соревнованиям готовился мне нужно было что-то новое изучать чтобы мой мозг по-новому работал и разные изучал там много разного и вот один момент дошел что хочу изучить джитайский язык и нашел в интернете много разных брошюрок есть книги тоже несколько книг тоже прочел называется не помню потому что не особо зашла я имею то что мне нужно было оттуда язык и вот на соревнованиях и период подготовки на сбору то есть был момент просто когда ты во время подготовки я не знаю как полушария просто максимально переключиться ну просто есть такое что когда это все прошел и понял что уже такому что уже хотел по новому то есть нас максимально сложно вот что еще касается фильм есть такое мнение о тебе мне не не тяга такая есть по твоим тик ток а не инстаграма даже можно сделать тяга есть я сейчас скажу я когда мы раньше когда на даче ездили это было наверное лет 10-12 ну я я придумал фильмы есть камера я снимал разные смешные детские истории я снимал с братьями там соседями но ты хочешь снимать фильм да а вот в каком это жанра нету просто мне нравится возможно что-то связанное может быть там биография чьи-то или например какие-то приключения как приключение путешествие сейчас живут и есть в мире что говорят есть стиль спилберг я не хочу не постели придерживаться я бы не хотел бы где-то этому обучаться я просто хочу это увидеть и просто это заниматься вот и все чтобы не было так что примерно вот сказали это стиль сейфа мы знаем вот типа вот так было не чтобы это как у Нолу ну грубо говоря что тебе мешает сейчас снять фильм мне ничего не мешает просто то есть понятно что франсирование или там нет мне ничего не мешает просто вот данный момент я люблю больше тейкондо чем что-то снимать вот из-за этого просто я не могу двумя делами одновременно заниматься если я в тейкондо значит я в тейкондо если я что-то снимаю и в другом деле то я в другом деле так сейфа отходим от творчества к спорту знаешь как спорт это тоже творчество своего рода да расскажи нам как ты попал в тейкондо кто тебя туда привел во сколько ты начал заниматься лет здесь история такая же как и у всех я думаю у каждого мне кажется сына привел отец ему нравились восточные единоборства он меня привел в тейкондо секцию 308 школу к моему тренеру Исмаилу 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 Джирасловичу и там я начал заниматься хотя мне очень сильно не нравилось все мои адвокатники говорили чем ты занят зачем тебе это нужно ногами махать иди на борьбу иди на бокс куда угодно только не на тейкондо и я тоже папе говорил папа я не хочу этим заниматься и папа говорил или ты будешь заниматься или ты никуда не будешь ходить занимался занимался потом чуть-чуть начало становится интересно отец мне сразу сказал тебе нужно поставить цели что-то лучше добиться ну я говорю я хочу стать лучшим во сколько лет ты сделал? ну лет двенадцать наверное это ты сколько занимался? я в двенадцать записался а ты прям через год уже? да вот я буду лучшим я хочу стать лучшим отцу говорю я хочу стать лучшим он говорит ну так иди сюда я тебе расскажу как вот например пять человек нарисовал пять человек вот все они занимаются тейкондо почему ты среди них лучше будешь? это абстрактные люди да? ну нет он палочки просто нарисовал такие вот это пять человек почему ты среди них станешь лучшим вот наверху кубок нарисовал вот Куда ты дойдешь? Почему? Я говорю, я буду больше тебя заниматься. Он одного вычеркнул. У вас четверо осталось. Почему среди четверых ты станешь лучшим? Я буду по утрам бегать. Хорошо, еще одного вычеркну. У вас трое осталось. Почему ты станешь лучшим среди них? И вот так, вот так. То есть я находил доводы, которые будут меня делать лучше. Я буду заниматься, я буду оставаться, я буду мыслить. И вот последнее было, я как помню, что я буду мыслить по-другому. Не как все. И тогда он сказал, тогда занимайся, сынок, я тебе всем помогу. И он тогда макевар, ракета, жилетов, ну мы все знаем, их и не было. И он нашел, я достал макевару. У нас вот с кухни в комнату арка такая. И он туда дюбель гвозди прибил, поставил макевару. И мне говорил, утром вставай, по тысячу ударов правой, по тысячу ударов левой ногой бей и иди в школу. Я вставал. Не, не, я смотришь. Мне это нравилось. То есть я это делал, шел в школу и занимался вот так, ну чувствовал, как прогрессировал. Ну и как ты считаешь, что ты стал лучше? Ты добился цель своей? Нет, цель я не добился, но... Ну чего ты добился, но своей цель не добился. Когда ты был максимально призом? В какой момент? Когда попал на Олимпиаду. Вот тогда, то есть если бы ты выиграл, ты бы сказал, все. Ну да. Цель выполнил. Не, просто знаешь как, сейчас я могу так сказать, но любой человек, да, вот любой человек, а особенно спортсмен, это жадная натура. Жадная натура в каком плане? Что выиграв один раз, я хочу выиграть второй раз. То есть выиграв чемпионат России или чемпионат Европы, я не говорю так, ну я же не жадный, пусть другой тоже кто-нибудь выиграет. Так никто не говорит. А параллельно никто не говорит, ну все говорят, я не жадный, я верю, что ты не жадный, ну тогда остановись и прекращай выступать. Просто сказать, что если я выиграл бы, я бы остановился и не выступал бы дальше, не могу так сказать. Ну по-любому бы не закончил. Нет. Еще следующий лекарный, да? Я жадный. Жадный для медали. Жадный для медали, да. Для диплом, да. Жадный для медали. Ты представитель старой школы Тэквондо, но ты застал переход на новую школу, на электронную систему, на все это. Скажи, как тебе далось это? Тяжело вообще было перестроиться, перейти? Потому что были спортсмены, которые в старой школе ничего не выигрывали, когда пришла новая система, они вдруг начали выигрывать все. Какая ситуация у тебя была? У меня ситуация была такая. Лет 10 я никому не проигрывал. Ну на российском чемпионате. 10 лет я никому нигде не проигрывал. Я на один чемпионат России приехал и проиграл. По старой? Нет, новые жилеты, новая система. И я проиграл. И все начали меня успокаивать. Да, все нормально, да, это бывает. Но я их не слышал мне, как будто я их не слышал. И я не понимал, о чем они говорят и почему они меня успокаивают. Я не мог понять. Только один друг, Мусаев Исмаил, но мы с ним дружим, он меня не успокоил ни разу. Он мне просто сказал, я знаю, ты разберешься, что стало. И в этот день я пришел домой, ну ведь в номер отеля, и сам себе сказал, так, что сегодня произошло? Понял? Что сегодня произошло? И я начал разбираться, 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 и я разобрался в том, что когда была старая тайкондо, соревнований было, ну, три. Три соревнования в год. Остальное все время я мог отдыхать, ну, там, готовиться по определенной своей схеме. Но когда пришло уже электронное тайкондо, соревнований стало в два раза больше. И уже мои ноги не были готовы к этим соревнованиям. Ноги не были готовы, мысли не были готовы. И, возможно, какая-то тактика была тоже не готова. То есть соревнований стало больше, а я остался прежним. А люди, которые пришли новые, молодые ребята, они уже пришли новыми. То есть они уже ко всему готовы. И я понял, что надо все менять, и все, ну, все, можно сказать, все поменял. Ну, а чего больше, как ты думаешь, хватало? Функционалки? Не-не-не, я сейчас скажу, чего больше не хватало. Все было так, как было всегда. То есть тайкондо уже изменилось. А в моем зале разминка была прежняя. И схема тренировочная была тоже прежняя. Прежние задания были. Все было прежнее. Надо было все просто менять. Вся система просто. Вся система просто надо было ее менять. То есть если я раньше бегал один раз в неделю в горы, то мне уже понадобилось 2-3 раза бегать в неделю в горы. То есть я понимал, что система электронная пришла новая. Я не молодею, а система молодеет. И спортсмены, которые заходят, тоже молодеют. Да, они тоже молодеют. И они мыслят иначе. И мне надо все менять. Все просто вот по полочкам себе разложил, и все изменил. Вплоть от разминки, заминки, подготовки, мышления и всего. Просто все поменял. И сколько времени заняло это? Когда ты снова начал выигрывать? Сейчас скажу. Год мне понадобилось все изменить. Но я сейчас скажу, как это произошло. Я на этом же чемпионате... Котором я проиграл. Тренер мне спросил, что произошло. Я сказал, мне нужны сутки. Мне нужны сутки, и я разберусь, что произошло. Я пришел в номер. От всех просто отстранился. И начал разбираться в себе. Идти назад, 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 назад. И дошел до того, как я сказал, что... Понял, что все одно и то же надо менять. И я тренеру на следующий день сказал, что есть вот такая проблема. И я бы хотел все изменить. И если мы будем вместе работать, то надо вместе менять. Но если у вас что-то не получается поменять, или вы не видите в этом проблему, то позвольте мне отойти. И самому все изменить. Но я так же остаюсь с вашим учеником, так же вас люблю, так же вас уважаю, так же выступаю за вас. Но просто сам вижу, что теперь все иначе. Мы очень грамотно поговорили, разошлись. И я все сделал. Сумели решить проблему. Все пошло иначе, да. Я выиграл после этого два раза Европу, на Мире медаль взял, на турнирах начал побеждать. Ну, все изменилось. Реально это было второе мое дыхание. Ну, а говорим о регалии своей не расскажешь. Видишь, как... Не, регалии не рассказал. Я просто рассказал, что после этого произошло. Ну, хоть что-то назвал, назвал уже. Значит, назвал. Смотри, когда мы сейчас записывали интервью с Асланом, я выкладывал сториз, что я вот в Осетии, в Дикавказе, и мне прям сразу написали, что Аслан сейчас по-любому сидит и хейтит современное Тэквондо. Ты представитель так же старой школы, как и Аслан. Какое у тебя мнение? Старая школа Тэквондо и новая школа Тэквондо? Просто я не буду называть людей, но есть люди, которые современное Тэквондо называют балет какой-то. Знаешь, как я тебе скажу? Возможно, те, которые старого Тэквондо, не согласятся, но зная меня и разговаривая со мной, они знают мое мнение. Я современного Тэквондо кайфую. Вот на самом деле, это было много соревнований, где я проиграл, но бой я выиграл. Но от того, что это было не объективно, я проиграл. И сейчас это настолько объективно, и настолько у тебя много возможностей есть. То есть это разные удары, это разные возможности. Если спортсмен, который сейчас дерется, и он думает, что это все просто, то есть это просто бой, а я пришел из старого Тэквондо, и где у меня был вакуум, то есть определенное количество ударов, понимаешь? И сейчас я прохожу сюда, и я смотрю, как будто, я тебе сейчас примерно объясню, это как будто джойстик из Сеги, понял, с тремя кнопками, и джойстик из PlayStation, с 12 кнопками, здесь сверху, снизу, вот так. Ты можешь что угодно управлять. Вот примерно вот это, мне кажется. И современный Тэквондо мне очень сильно нравится. И все, что происходит в Тэквондо, как она развивается, как она двигается, ну я это поддерживаю. Ну кроме лосин, конечно, который одевают. Сейчас, секунду. Там списывает, она что-то щелкнула. Все четко. Нет? Все? Ну вот знаешь, бывает, говорят так, что не в то время человек родился, застал там не ту эпоху, например. Получается, если бы ты сейчас выступал полностью в современном Тэквондо, тебе было бы проще думать? Нет, я с этим не соглашусь. И не та эпоха, я не могу так сказать. Если я в то время проходил этот путь, то я всегда думал, почему я не смог стать чемпионом мира. Я всегда на самом деле так думал. Почему я не стал чемпионом мира? Второй, третий, разные медали, но не чемпион мира. Мне кажется, если бы я стал чемпионом мира, я бы не приобрел бы тот опыт, который у меня сейчас есть. И тот путь, и те знания, и ту настойчивость, и тот дух, который я приобрел с этими годами, проигрывая, просто шел вперед, вперед, вперед. И я думаю, что я родился в то время, и в то время пришел в Тэквондо. Все случилось так, как надо. Я считаю, что это так и должно было быть. Я, кстати, в защиту Аслана хочу сказать, что он ни слова плохого не сказал, в принципе. Человек написал, что он хейтит? Человек так думал. Ну, я не знаю много тоже, да. Но Аслан на самом деле сказал, просто он не понимает современного Тэквондо. Для меня основной хейтер современного Тэквондо это Ильяс Ибрагимов. Он сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он номер один. Он прям сильнее, чем даже, мне кажется. Даже не смотрит. Нет, он смотрит и в телевизор что-то кидает, мне кажется. Ты сегодня закинул нам утром самый странный бой в твоей жизни. Немножко вкинул. Нет, нет, нет. Это на самом деле был очень странный бой. Я вот по сей день, когда люди меня спрашивают, странный бой, только он у меня в голове. В чемпионате России я занял второе место и поехал на сбор. Тогда не было перекидок, ничего не было. То есть тот, кто выиграл чемпионат России, едет на чемпионат мира. Но все сборы я приезжал, даже был сбор, я приезжал за свой счет. И тогда было три сбора. Все три сбора я прошел. И теперь последний выездной сбор. И первый номер на 58 ломает руку. А второй номер на 58, спортсмен. И нам с ним делают перекидки. То есть кто поедет на чемпионат мира. Он высокий был. И мы с ним выходим, мы стоим в открытой стойке. И он, ну я работаю, ни о чем не думаю. То есть мысли свободные. И он бьет долю с дальней, я ухожу в сторону, беру балл и 1-0 выигрываю. Теперь мы двигаемся, двигаемся. И он опять бьет этот удар. Я ухожу в сторону. На автомате вообще не думая. На автомате ухожу в сторону, бью удар и 2-0 выигрываю. Двигаемся, там обманные движения. Он опять бьет этот удар. Я опять в сторону ухожу, бью. 3-0 выигрываю. То есть прихожу. Одним и тем же. То есть первый он закончился, прихожу. И мне тренер говорит, молодец, так же продолжай. А у меня в голове, что он задумал. Что-то не так. Потому что я наперед думаю. Я думаю, что-то не так. Возможно, он хочет этот удар сделать. потом я в сторону уйду и мне ударить в голову я думаю так надо теперь короче на это действие свое придумать теперь ухожу на этот второй раунд и он опять бьет этот удар и я на опережение думаю о втором действии не делаю это действие и он бьет все равно этот удар и я пропускаю то есть все было вообще так же просто как и в первом раунде у него не было так и он делает 3 1 теперь я думаю может так же продолжить пока я это думал может так же продолжить или тактику подбирал и он опять бьет удар я опять на автомате ухожу в сторону бью и делаю 4 1 потом делаю 5 1 потом делаю 6 1 возвращаюсь после второго раунда тренер готов так же продолжай а у меня в голове что он задумал я не могу понять почему ты делаешь в чем тактика и я просто уже уже на него смотрю думаю ну хочу изучить что он делает ну потом уже я просто отдался этой ситуации вышел еще два раза же это сделал 8 1 выиграл и поехал на чемпионат мира еще и все очень странный бой может он не хотел поехать я очень хотел поехать а на чемпионате мира я занял бронзовую медаль принес первую медали вот видишь на часку светлые медали мы все-таки узнаем и нам не придется писать это вот не внизу скажи самый был у тебя какой-то самый сложный соперник с которым ты постоянно встречался где-то на всероссийских или международных соревнованиях вот ты с ним постоянно где-то встречались там финале например был такой соперник я самым сложным не могу назвать самый сложный соперник наверное это подготовка твоя ну я так думаю потому что все ну для меня было все это до соревнований на соревнованиях просто ты делаешь то что знаешь и неважно там какой соперник с тобой выходит и как он готов или какие у него регали ты просто с ним дерешься а самое сложное это вот подготовка к этим соревнований если ты полностью не ну как сказать не вря себе или по тренировкам ты просто вот до конца доходишь ты уверен себе бываешь то есть ты сам себе уверен ты позволяешь себе работать как ты хочешь а когда ты чувствуешь за собой что ты где-то не проспал тренировку где-то ты опоздал где-то ты где мог прибавить не прибавил то ты ищешь какие-то моменты какие-то варианты думаешь тактика и обыграть где-то там ловкостью своей обыграть нет это это не прокатит только вот только пахата и ты когда уверен что за за своими плечами уверенность ту которую ты сделал пришел и пошел бой то есть какого то принципиального соперника который ты там приезжал на соревнования и знал что вот здесь не буду финале такого не было у тебя? Не, было такое, что я знаю, что я с ним буду в финале, но принципиаловки с ним не было. Я знал, что я буду с ним в финале, но принципиаловки не было. Ну ты знал, я выйду и поломаю его просто. Нет, вот, кстати, вот такой соперник у меня был на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге в 2010 году. И Турак становится чемпионом Кубка мира, а я действующий чемпион Европы. И чемпионат Европы проходит в России. И я знаю, что мы попадемся в финале. Еще тоже рябьевки. И он очень сильный, и он на самом деле все свои бои прошел намного легче, чем я. Я не помню, какой счет был, первый, второй раунд, не помню, но помню вот третий раунд, у нас был 5-5 и до бала. Я вот так прихожу к своему тренеру, вот просто вот горю, вот весь зал кричит, все, все, просто весь зал он забит российскими спортсменами, там, я не знаю, юноша, миниором. Все приехали просто посмотреть на чемпионат Европы, который проходит в России. И вот все орут, я всех слышу, вот просто давит это все. Я подхожу к своему тренеру и говорю, тренер, я хочу выиграть этот чемпионат Европы, какой удар мне сделать? Он у нас до бала, четвертый раунд. Я его не слышал, он мне что-то говорит, он мне говорит, но я его не слышал. Ты спросил, но не слушал. Нет, я не спросил, я ему говорю, что делать, что делать? Он тебе говорит, а ты не слышал. И он меня вот так берет, ты красавчик. Я говорю, в этот момент, я говорю, что? Он говорит, ты красавчик. Я говорю, почему? Я он говорит, прокинь, говорит, с Махачкалы, вот так. Ну он рассказал. Это все как будто в замедленном кадре было. Я не знаю, это примерно минут, секунд 30 было, но это был замедленный кадр. Он говорит, помнишь как мы занимались там, босиком, так-так. Я говорю, да. Он говорит, прикинь, мы сейчас здесь на финале чемпионата Европы. Я говорю, это все хорошо, какой удар бить? Он говорит, не важно, какой удар ты сделаешь. Бей победный. Да. Просто выйди, говорит, и забери свое золото, и все. И я вышел, и на автомате сделал тот же удар, который делал весь бой, и взял балл. Вот такая история. Смотри, есть такой вопрос. Не так давно, еще буквально 10 лет назад, было жесткое противостояние Осетия против Дагестана. Это каждый чемпионат России из 8 финалов, 4-5, минимум, Осетия-Дагестан, Осетия-Дагестан. Где-то Осетия-Осетия, где-то Дагестан-Дагестан. Сейчас этого нет. И вот расскажи в целом сначала про то противостояние, про это. Что ты думаешь про него? Каково это было? Ты в нем непосредственно участнил. И куда оно делось сейчас? Почему сейчас нет? Я думаю, потому что не смогли перестроиться. Может быть, я точно не знаю, может быть, тренера не смогли перестроиться, или спортсмены, которые приходят, они хотят рубиться. Потому что тогда мы просто рубились. Просто вот готовы были сломать. Накладки переворачивали, чтобы сопернику было больно. Накладки на ноги разворачивали, чтобы когда нога об ногу, чтобы ему было больней. Ну, понимаешь, там чисто вот характер и боль через боль. И вот лично для меня этого не было противостояния. Я не знаю, как это объяснить. Для меня не было противостояния. Я просто выходил и дрался и побеждал. Тебе не принципиально было? Не принципиально было. Но я знал, что мне нужно победить вот его. И все, я выходил и побеждал. Ну, может, и не побеждал какие-то соревнования. Но факт в том, что для меня это не было принципиально. И когда для кого-то это было принципиально, а он мне рассказывал, я не понимал, почему настолько это принципиально. Я просто хотел выйти и победить его. Ну, не важно как. И не с такой ненавистью. Просто хотел выйти и победить. И не важно, там, Осетия со мной в финале попалась. Москва или там любой другой регион. А сейчас почему этого нет, я тебе так скажу. Оглядываясь назад, понимал, насколько это неинтересно. Каждый год одни и те же люди дрались. Это неинтересно. Это неинтересно. Ну, может быть, для кого-то интересно. Но я же говорю, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неинтересно. То есть люди уже понимали, что, ну, здесь в финале встретятся вот они. А сейчас, когда ты смотришь, ты не можешь понять, кто в финале встретится. Да, ты знаешь, кто лидер. Но лидер тоже может проиграть. Вот настолько Тейкондо стало интересным и настолько оно стало разнообразным. Ты говоришь, я хотел выйти и победить. Ты хотел выйти и победить или выйти и побить? Нет, выйти и победить. Не-не-не, избить нет. Чуть-чуть по-другому я мыслил. Я чуть-чуть отличался и, возможно, это отличало, возможно, и, возможно, это какой-то мне скачок дало в этом ТэйКондо. В старом ТэйКондо. И для меня не хотел я побить или что-то. Я хотел просто выйти. Где-то иногда я хотел обыграть, а иногда где-то хотел просто... Ну, какой-то ненависти не было у тебя, да? То есть, неважно, кто он, что он. Ты просто спортсмен? Мы вышли выявить сильнейшего, а не избить. Просто, знаешь, как я на это смотрел, я ребятам тоже рассказывал. Некоторые, конечно, меня понимали, некоторые не понимали. Спортсменом, которым я выходил, он мой соперник, но у меня с ним много общего, понимаешь? Во-первых, то, что мы оба идем к золотой медали, это тоже уже общее между нами. Мы одним спортом заняты, у нас одни цели, мы так же пашем в зале, мы так же устаем. У нас много общего с ним. Он хочет меня выиграть, я хочу его выиграть. То есть, это тоже сплоченность такая. И сейчас с ребятами, с которыми я тогда так жестко дрался, мы сейчас очень близко дружим, и я думаю, что они оценивают меня по тем же критериям, по которым я их оцениваю. То есть, это достойный соперник. Достойный соперник. То есть, взаимоуважение. Да, конечно. Давай отвлечемся от тебя, как от спортсмена, и перейдем к тебе, к тренеру. Ты сейчас работаешь в спорной России по тэквондо. Также ты занимаешься вот в этом зале, да? У тебя кто здесь занимается? Какие дети, какая возрастная группа? Юниоры, юноши, молодежка. Все. Много? Ну, достаточно. Какие есть результаты? Первенство Европы, есть медали. Первый есть бронзе, серебро, бронза, есть первенство Европы. А Россия? И Россия. Ты, получается, закончил карьеру, не закончил, ты сегодня обозначил уже, да, ты не закончил карьеру, но ты перестал выступать на соревнованиях, да, и стал тренером непосредственно. Сложно тебе было перестроиться от ежедневных тренировок себя на ежедневные тренировки спортсменов других? Нет. Быстро? Быстро. Объясню почему. Потому что все годы, которые я сам выступал, я, можно сказать, над собой тоже работал. То есть, это не только было так, прихожу в зал и делаю то, что в зале происходит. Нет, я над собой работал. То есть, это было то, что я делаю утром и то, что я делаю в зале, это все продумывалось. Это не было так, пришел, сделал, шел. Продумывалось, все-все продумывалось. И поэтому я работал над собой. И когда я уже, как ты говоришь, перешел от выступлений к тренерской карьере, это все то же самое. Как скоро ты попал в сборную тренером уже? Спустя два года. То есть, ты два года тренировал вот здесь? Нет, я как понял, что уже выступать не буду, меня президент федерации Карачао-Черкесии пригласил к себе. Махов, Беслан, Яхьяевич. И вот там работал два года. И после этого главный тренер сборной России Ивану Вадима Александровичу. То есть, ты там каких-то успехов добился? Да, были успехи тоже, да. То есть, поработал. То есть, я занял, ну, занят был своим любимым делом. И вообще, в целом, как тебе от работы тренера? Ты был спортсменом всю жизнь, и сейчас вот ты работаешь тренером. Как тебе? Мне кажется, это то, что я хотел. Здорово, да? Да. Тебе нравится тренировать, делиться опытом? Или что вообще? Мне нравится все, что происходит в тренерской карьере. Все, что происходит. На сборах, как завтрак начинается. Как завтрак начинается, и до отбоя. Все нравится, да. То есть, это и тренировки, это общение, это продумывание всего. Все мне просто нравится. Мне кажется, вот данный момент, и так в моей жизни, это мое. А если тебе сейчас вот малышей дадут? Я смогу с ними тоже. Думаешь, ну, не сложно будет? Нет. Перестроиться после? Нет, нет. В боу здоровых на детишек? Нет. Нет, ну ты камень, понятно, ты справишься. Нет, нет, не из-за камня. Просто я тебе еще раз объясню. Это потому что то дело, которым я хотел бы заниматься. Не то, что я камень, или потому что я такой, типа, дерзкий. Нет. Нет, это дело, которым я хочу заниматься. И если завтра буду работать с детьми, я буду это работать достойно. Никто не сомневается вообще. В тебе никто не сомневается. У тебя и у твоей жены, Сары, есть спортивный клуб. Расскажи о нем. Как он называется? Не, он никак не называется. Мы хотим его... Не, я серьезно говорю. Мы думаем, вот если зрители подкинут идею, то это будет вообще классно. А так, в основном у нас занимаются девочки, потому что супруга тренирует. И есть много отцов, у которых только дочери. И они бы хотели, чтобы они занимались спортом. И вот ищут тренера, женщину, и вот приводят к нам, и мы работаем с ними. А тебе самому, кстати, с кем удобнее работать? Я не могу сказать, что с мальчиками или с девочками удобно. Для меня это спортсмен. И спортсмен, мне кажется, так невозможно разделить, мальчик или девочка. Потому что тот спортсмен, который хочет добиться медалей, у них одинаковый характер, одинаковые цели. То есть невозможно разделить, вот она девочка, с ней чуть помягче. Нет, если она чего-то хочет добиться, с ней точно так же надо, как и с мальчиком. И у них одинаковые цели. то есть я не могу разделить с ним легко или с ним сложно мне кажется это одна и та же тема и все же клуб ваш как давно он существует сколько лет 10 10 10 лет да и какие у вас есть результат разного уровня и российского и европейского да то есть но все потихоньку движемся так можно сказать придется писать мнение и серьезно потихоньку движемся и посмотрим цели большие посмотрим как дальше будет ну дай бог того что все было хорошо расскажи нам где мы находимся что это мы находимся как это говорится вместе находится дух атлетизма торги каждый уважаемый себя спортсмен даже и не только спортсмен просто человек обязан сюда прибежать суббота или воскресенье ну и самые такие активные еще и среда прибегать сюда здесь заниматься и улучшить круче становиться сильнее и лучше бежать торги здесь заниматься видит как другие ребята занимаются чемпионы мира олимпийский чемпионы все сюда прибегают то есть здесь нет такого что дошел до определенного уровня и уже сюда не бегаешь нет здесь бегают до последнего я тоже сюда бегаю сейчас бегают сюда бегу субботу и вот вместо силы как я говорю вместо силы здесь все встречаются спортсмены делятся другом разговаривают разных видов спорта и здесь нет никаких секретов ни у кого здесь все встречаемся и также спортсмен который хочешь чего-то добиться уже бежит рядом с олимпийским чемпионами понимает что все возможно но это место но не только твои мы ехали видеть очень много спортсменов маленькие большие дяденьки дяденьки сыновьями бегают дяденьки друзьями бегают себе ну то есть грубо говоря сама . да ты не только сюда прибегаешь прибегаешь ты здесь еще и кофе да я сюда прохожу посидеть посмотреть на город сейчас туман за городом ну впереди море город горы это море можно посидеть подумать послушать классику да про кофе это с подводка конкурсы да не может тоже кофе посидим попьем я конкурс будет до написали какого числа и какого месяца я записался на текландо и кто угадает тому будет турка турка надписью дагестан до самая настоящая самая настоящая из рук а глиняная да вот такой конкурс число и месяц год в принципе если выпуск вы смотрели с помощью википедии год вычислить могут останется не так много вариантов ворваться вполне возможно 12 месяцев и 365 дней у нас устраивает такое количество комментариев в принципе до результаты предыдущего конкурса ну как обычно будет ссылочка автор свяжется со мной моя листа будет ниже свяжется там все решим сейф еще у нас рубрика полезность ты спортсмен тренер и ты отец ты можешь дать по одному совету для спортсмен тренера и для родителей по одному вот главному совету для каждой категории основной баня спорта стиль по порядку до спортсменов какому я бы знаешь спортсменам что сказал бы даже такой совет дал вы тренер он не всегда может увидеть все у тренера есть свое видение и свой план а спортсмен он не только робот который ждет слова тренера спортсмен он должен сам тоже прогрессировать то есть работать над собой и становиться лучше я бы хотел бы сказать чтобы ребята девочки которые занимаются не обязательно тайкондо любим видом спорта сейчас спорт он более доступен я когда свое время занимался и сейчас расскажу как я как я прогрессировал я я просто рисовал поединок и исходя из этого что-то придумал а сейчас есть моделировал ситуация моделью что ты рисовал то есть он ударит так я да он ударит так я здесь становлюсь лучше и я посмотрел какая-то например в этом ударе какая дырка открылась никуда я могу использовать до использовать удар а сейчас уже есть много видео много нарезок есть много людей которые в этом рассказывают и можно прогрессировать и можно делать апгрейд себя становиться лучше не становиться индивидуальным я бы дал бы вот этот совет чтобы чуть-чуть подумали над собой и стали лучше стиме шеду не зацикливаться на одних только тренировках но еще и изучать конечно конечно и для спортсменов конечно для тренеров для тренеров я есть для тренеров есть думаю и зрители понял главное донести послание как сказал джокер я хотел бы чтобы они знаешь как иногда тренер он видит только вот такую позицию и никак по-другому то есть если говорить про тэквондо сейчас тренером он говорит что куда удар должен быть определенный то есть биомеханикой из определенной траектории но я вижу так что сейчас удара нету биомеханики удара есть траектория которая берет балл и неважно он бьет его сын сам колено с разворотом таза или с вытяжкой главное что он попадает и берет этот балл и есть спортсмены они уже не знаю их тело само находит короткий путь и прогрессируют они есть такие ребята то есть они чуть-чуть по-другому думают и чуть-чуть по-другому мыслят и вот я думаю что тренерам таких не надо ломать и под общую копирку их не делать чтобы видели их и просто развивали их такими возможно даже чтобы они знаешь как как свободный художник были не стандартные не стандартные да вот что увидели это дальше работали для родителей для родителей и дети снимаются занимаются и я хочу хотел сказать что чтобы привали спорта спорт это знаешь какая он учит многому это не только медали это это трудолюбие умение быть другом самому дружить видеть друзей и знаешь как преодолевать препятствия и ты когда с другом преодолеваешь препятствия ты понимаешь что ты можешь больше чем без друга или ты можешь больше с компанией людей которые занимаются такой спортом и спорта он дает много хороших друзей много хороших знакомых вижу вы сюда приехали лишь это же спорт выдал конечно вот я имею ввиду что прививайте спорт но спорт это не только сплошные тренировки и отречение от учебы нет спорта дух спорта раз уж коснулись давай топоры коротенько еще скажем многие спортсмены говорят я своему ребенку вот в этот вид спорта в котором я стал чемпионом нет они выбирают понимаешь то есть они особо сильно нравится но я бы не сказал бы что мне нравится тайкондо если они будут заниматься будет прогрессировать я буду это очень рад но я не только позицию что только нет если к тебе сын подойдет скажет пап я хочу играть баскетбол нет футбол он играет футбол но если вдруг баскетбол баскетбол не разошел потому что спорт есть спорт еще поцелуйтесь и оставить снимай давай снимай снова твой кулак с нами с тобой не будем обниматься давайте я жду давайте вырежем